Как поживаешь после второго сезона Грандмастерс, как чувствуешь себя после вылета и мотивирует ли тебя это выиграть чемпионат мира или возможно наоборот? После второго сезона ГМ, да нормально на самом деле, единственное, что самое плохое было это вылет, но я уже был морально готов к этому, потому что рано или поздно произошло бы, мы играем в такую игру, собственно по поводу чувств после вылета никаких особо нет, я уже сказал, что я был готов ни позитивных, ни негативных эмоций, я считаю, что я сделал практически все, что мог, хорошо отыграл, делал хорошие пики, баны и так далее, и так далее, Ну, произошло, так произошло, мотивирует ли тебя это выиграть чемпионат мира или возможно наоборот? Я имею мотивацию выиграть чемпионат мира еще с 2015 года, поэтому думаю, что она никуда не пропала Из-за того, что ты вылетел, ты стал чем-то вроде вайлдкар на чемпионате мира, как ты думаешь, это сыграет тебе на руку? Вайлдкар на чемпионате мира, ну, не знаю на самом деле, мне на самом деле очень, самое главное, что меня расстроило за все это время с чемом, это то, что он будет не онлайн, то есть не лан Он будет онлайн, а по поводу вайлдкар, я не особо понял, что это значит, можешь повторить, пожалуйста? Да, конечно, вайлдкарт это непредсказуемый игрок, который попадает, ну, по так называемому приглашению от организаторов, то есть, что ты прям врываешься с двух ног в чемпионат мира Ну, я бы не сказал, что это врыв, потому что играю с 2015 года, играл на достаточно большом количестве турниров, там, где-то занимал что-то, где-то не занимал Я бы не назвал себя вайлдкартой, но меня так назвали, очень небольшой Игроки думают, что ты непредсказуемый, используешь много различных стратегий, это целенаправленно? Непредсказуемый, ну, я бы не сказал, что я не непредсказуемый, просто, допустим, последние два года мое видение игры немножечко изменилось, и вот последние полгода оно тоже кардинально поменялось Я бы не сказал, что я непредсказуемый, просто я играю на тех деках, на которых нравится играть мне, независимо, там, есть ТРС колоды, ТР1 колоды, ТР2 колоды и так далее Кто-то любит играть строго по мете, то есть берет просто самые статовые колоды, их там чуть под себя делает, под турнир играет, кто-то любит делать какой-то лайнап, который может законтрить другой, допустим, в конквесте и так далее Я просто обычно беру те колоды, в которых я уверен, то есть это может быть ТР2 колода, это может быть ТРС колода и так далее, и так далее Допустим, вот, как раз тот же гэм вспомни, да, когда я прошел, у меня в лайнапе был маг, из 16 игроков, если мне не изменяет память, там было два мага, у меня и у Ярлы Я могу ошибаться, конечно, но там их было прям супермало, и как бы люди этого не поняли, но при этом для меня маг был крутой колодой, мне маг нравился, и мне еще и повезло тогда, когда я коробку сыграл Поэтому я как-то так отношусь в игре Хорошо, тогда озвучь свои сильные стороны, как игрока Сильные стороны? Это будет смешно звучать, но во время игры, наверное, спокойствие, хладнокровие, хотя, допустим, если посмотреть стримы, этого не скажешь, да Но конкретно, когда я играю турнир на игры, я к этому, ну, морально готовлюсь, серьезно подхожу, и эмоции не берут надо мной власть По поводу еще каких-то сторон, да не знаю, на самом деле, ну, не особо люблю про себя говорить Это должны оценивать зрители и кто-другой, наверное Но, наверное, если нужно ответить на этот вопрос, то хладнокровие и спокойствие Мы дали тебе прозвище Headliner, как ты думаешь, оно тебе подходит? Headliner — это тот, кто... Гвоздь программы Гвоздь программы, первое имя на афишах Первое имя на афишах на турнире? Не знаю, на самом деле Ну, если смотреть, наверное, с точки зрения, там, медийности и так далее, возможно, да, но я бы себя таким не называл Чемпионат? Я скромный Скромный, отлично, мне кажется, очень даже Чемпионат мира у нас будет проходить уже в довольно хорошее время Это будет где-то 3-4 недели в новой мете Ты этим доволен? И какая мета тебе больше всего нравится? Свежая или уже решенная? По поводу трех-четырех недель меты, ну да, это хорошо, потому что если бы турнир проходил первую, там, первую-две недели, это было бы плохо, потому что первую неделю обычно как только пач любой выходит, мета только начинает формироваться, там, на вторую-третью неделю появляются какие-то архетипы, а на четвертую уже они плюс-минус закрепляются, есть какие-то 3-4 колоды, которые побеждают в ладере Вот, и как раз-таки из-за того, что они появляются в ладере, люди на турнирах пытаются их запонтрить, да, то есть сыграть наперед, это прикольно Вот, по поводу какая мета больше всего нравится, мне нравится контроль мета, но я был наивным дурачком, который верил в это 4 года, и вот как раз при последние полтора года я понял, что контроль меты в Харстоне существовать не может Корее, такого никогда не будет, как было в 2016 году, там был маленький промежуток времени, когда КВ был очень сильный, и еще в этом, в Boom Project, как там пачка называлась Проект Бумного дня Да, проект Бумного дня, там был ДК, Увара, и, короче, там тоже была контроль мета, там, пару недель, это было круто, но в целом, как бы, контроль мета не существует, но она моя любимая По поводу свежая или уже решенная, наверное, типа, какой-то микс, то есть мне не нравится решенная, потому что в ней уже есть просто какие-то 100% несколько колод, которые ты не имеешь права не брать Нравятся они тебе или нет, это неважно, просто обязан на них играть, потому что они самые сильные, это получается так, что все берут это и подкидывают монетки А по поводу несвежей, типа, там может быть все что угодно, как бы, ты это не можешь предвидеть, поэтому мне нравится какой-то микс из этого Хорошо, что ты думаешь об остальных игроках на чемпионате, кого ты считаешь самым сильным, и, конечно же, почему люди должны болеть за тебя на чемпионате мира? По поводу об остальных игроках на чемпионате, достаточно популярный вопрос, не знаю, что на него отвечать, потому что я считаю, что все остальные, кто прошел на чемпионат мира, ну, как минимум, они сильные игроки, как минимум Что могу про них сказать, ну, я, честно, не помню список, кто прошел, но там есть пара знакомых лиц Не знаю, что про них Ну, давай я быстренько озвучу ребят, и ты, возможно, скажешь, кого ты считаешь самым сильным Монсанто, Ярло, Банк Юджи, Глорик, Сиоти, Сиф и Блади Фейс Кто из этого списка для тебя самый сильный, ну, кроме тебя, естественно? Из этого списка, ну, я бы, наверное, Блади Фейса взял бы, потому что мне нравится его геймплей, мне нравится его, ну, в приоритете геймплей Я очень много смотрел игр, даже были моменты неоднократные, когда я на основе его лайнапов на следующей неделе лайнапы брал и так далее, и так далее Ну, конкретно из этого списка, да, у меня еще Ярло есть, но Ярло это, честно, знаешь, такой, так сказать Ну, короче, вот оппонент, с кем ты хочешь сыграть, именно лично, просто лично такая Потому что у нас на турнире были моменты, когда он очень сильно хайроллил, я очень сильно хайроллил, какой-то осадок остался У нас европейский регион Грандмастерс, вы там постоянно друг с другом играли, поэтому, да, индивидуальное сражение Спасибо тебе большое, дорогие друзья, обязательно смотрите Чемпионат мира с 12 по 13 декабря на нашем ютуб-канале Gameplay Hearthstone Приходите и поддерживайте своих любимых игроков